Что у нас происходит? Понятно, что у нас падают рынки, то есть Аякс 80% продаж, это Европейский Союз, причем Испания, Италия, это наши топовые страны были, вот сейчас понятно, что там наш рынок, он лежит, рынок экранной системы, люди сидят дома, инсталляторы не могут прийти домой и так далее, и конечно же продажи, они сильно просаживаются. Мы пока на себе это сильно не ощущаем, почему? Потому что есть определенный лаг, то есть мы работаем с дистрибьюторами, которые покупают у нас, дальше продают в рынок, соответственно, это Европейские дистрибьюторы, у них есть деньги, они все свои обязательства перед нами выполнили, то есть в март у нас там план продаж перевыполнения, а вот апрель, это уже другая история. То есть мы оцениваем, что в районе 50-60% от нашего изначального плана продаж на этот месяц, это будет хороший результат. Соответственно, грубо говоря, мы упали, мы упадем в апреле вдвоем, вот, ну потому что есть, опять же, Нордики, в Нордиках все хорошо. В Нордики это страны типа скандинавские или что-то? Да, да, это Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, да. Есть, например, Голландия, в ней, несмотря на то, что у них карантин, все равно там бизнес идет, он нормально идет, да, он не идет на 100%, но он идет нормально, вот. В Нордика, например, в Дании рост идет. Слушай, а как твое производство ваше, ну оно работает, нет, карантин с этим, как оно вообще? Да, сейчас закончу по рынкам, да, и дальше перейду, собственно, к тому, как работает компания. Понятно, что любая компания, она зависит от того, сколько денег она получает, и для меня рынки не всегда первичные, потому что найти возможность работать, она всегда есть. Да, в любой локдаун, там, с мерой безопасности, но если клиент не платит деньги, это плохо. Германия, она окей, то есть, да, там был некоторый шок, сейчас она восстанавливается. UK, там был некоторый шок, он относительно недавно произошел, мы не понимаем, то есть они отлично шпилили, у нас март рекордный месяц по UK, у нас март, например, рекордный месяц по Франции. Но при этом у Франции, опять же, в то же время карантин, то есть накладываются какие-то наши бездево-активности, которые работают в плюс, новые клиенты работают в плюс, карантин работают в минус, потому что мы-то были на росте. Вот, естественно, вот по апреле мы имеем такую ситуацию, что мы с ней планируем делать. Мы полностью работаем, то есть у нас работает офис, у нас работает производство, мы есть довольно большой работодатель, то есть у нас в группе работает порядка тысячи людей, и не все они могут работать на ремоуте. R&D частично ушла на ремоут, тот, кто мог уйти на ремоут, тех, кто хочет работать в офисе или кто должен работать в офисе, потому что в офисе оборудование стоит, в офисе железо, они работают в офисе. Всех людей 50 лет плюс мы ввели на карантин, неважно, в каких командах они работали, они занимались сборкой на заводе или они работали в R&D, они, соответственно, работают на ремоуте, либо отдыхают на ремоуте. Мы, соответственно, сохраняем 100% заработную плату на сегодняшний день за все. И несмотря на то, что мы, если мы даже в продажах падаем вдвое, то мы нормально переориентировали свой бюджет на новые цифры, у нас нет никаких изменений с точки зрения оплаты труда, то есть мы как платили, мы так и продолжаем платить. Мы стопнули хайринг любой, то есть неважно, хороший кандидат, супер кандидат, фантастический кандидат, мы просто хайринг остановили, но и людей мы не собираемся делать такие сокращения, потому что у нас мы и так довольно сухо шли, то есть мы не тратили лишних денег, когда не надо, у нас хороший запас кэша, то есть мы можем работать годами без новых поступлений. У нас хорошие резервы. Восстанавливать хайринг мы, скорее всего, будем в июне, то есть, возможно, в мае. Опять же, будем смотреть на то, каким образом будут реагировать рынки. Сценариев есть много. Извини, насчет рынков, еще насчет хайринга. А сколько у вас сейчас работает там в R&D, да, и сколько было вакансий до того, как вы их стопнули? В R&D у нас в районе 150 человек, я думаю, сейчас. То есть я думаю, что больше, чем 130, меньше, чем 150. Это типа разработка, железо, все там, да? Да, это софтвер, это hardware, там, облако, мобильное приложение, quality assurance, команда автоматизация, то есть это 150 человек. Соответственно, у нас там основная масса наших людей, например, это 600 человек, это завод, да, и 150 человек, это бизнес, маркетинг, закупки, логистика, ну, то есть бизнес-юнит. Вот, мы планировали в этом году до конца года дорасти до 250 человек в R&D. То есть прошлый год мы закончили 120, этот год мы, соответственно, планировали из 2 удовольствия стать 250. То есть мы открыли в Фалькове для этого офис, мы более агрессивно начали харить в Киеве, то есть у нас много рекрутеров. Но сейчас, я думаю, что на момент, когда мы стопнули, у нас было вакансии 30, но нужно уточнить. Но в целом наша политика была такая, что мы в R&D набираем безлимитно. То есть сколько мы хороших людей находим, столько мы нанимаем. То есть там у нас очень много работы, очень много проектов, соответственно, мы ограничивались в 250 на конец года. Это не потому, что у нас там нету больше денег заплатить, мы ограничивались, потому что мы видим, с какой скоростью мы находим специалистов. И рынок embedded, он довольно узкий, рынок электроники, он довольно узкий, рынок AWS high load решений, он довольно узкий. То есть нельзя выйти и найти завтра за день 3 крутых девопса. Если бы ты хочешь снижать планку качества, то у тебя лимит по скорости роста. Совершенно верно, да. Соответственно, мы примерно прикинули, что докидывать и адаптировать 10 человек в месяц нам как бы окей. Потому что были какие-то команды, которые мы удвоили, утроили, но при этом мы не получили роста перформанса. Соответственно, мы, например, по этим командам остановили хайринг еще до. То есть у нас там есть кандидаты, но мы останавливаем хайринг, потому что кид-лиды, проект-менеджеры говорят, нет, ребята, нам нужно остановиться, нам нужно, чтобы заработала та команда, которую мы наняли, и мы получили перформансы x3. То есть не так, что у нас людей x3, а перформансы поделили на два. И, соответственно, мы их там стопали, нанимали больше в другие команды, но глобально план был плюс 10 человек в месяц. Я понял. Короче, слушай, ну у вас, ну, то есть нельзя сказать, что все в шоколаде, но в целом, в общем-то, вы работаете как работали. Ну да, типа планы подкорректировались, но ничего прямо катастрофического не произошло, правильно? Совершенно верно. То есть пока беднее стали только акционеры. То есть больше это никого не коснулось. То есть я, понятно, стал беднее, но, опять же, я к этому отношусь очень философски, потому что мне в кризисе комфортно, мне в нестабильности комфортно. Есть люди, им сложно жить, если они не знают, что они будут делать через год. А мне легко жить, если я не знаю, что будут делать завтра. То есть мне говорят, а как вы адаптируетесь? Да, ну, раньше были месячные бюджеты, например, месячное планирование кэшфол, а теперь оно недельное. Ну, потому что к тебе внезапно могут прийти и сказать, локдаун в Южной Африке и при этом карго-грузы тоже не ходят. То есть Южная Африка, например, ну там власть, не знаю, чуть более эбанистичная, чем украинские, чуть менее эбанистичная, но они в целом на одном уровне, по уровню пиздаватности своей, как бы Украина, Южная Африка, вот, разница только в свете кожи. Так вот, они закрыли полностью на въезд грузовых перевозок в Южную Африку. Ну, это же бред, да, ты понимаешь, что ни одна страна нынче без импорта жить не может. Тебе нужно завозить там лекарства, детали. Ну, то есть у тебя без импорта жить, не знаю, в мире он добавил. Они вот закрыли. Соответственно, там все было хорошо, потом неделю там все резко плохо, потому что они просто не смогут у нас ничего купить. Потом выпускается амендмент, который говорит, что все, теперь в Южную Африку снова можно вводить грузовые грузы, но водителей, пилотов там их будут сажать на карантин в отдельные, выделенные гостиницы. Ну, окей, снова хорошо. Поэтому, там, мы трекаем, да, Россия, например, ее выключили, да, но она же так не выключится по приказу, то есть есть объективная какая-то ситуация, поэтому мы просто трекаем каждую неделю. И я нормально отношусь к изменениям там раз в неделю, у меня с этим комфортом, мне не тяжело, да. Я вот, да, не спросил, ну, в смысле, я и не знаю. Украина, я так понимаю, это уже сколько там, типа 10% ваших продаж, да? Украина в районе, в районе там, я думаю, что 15-20, грубо, да. А с ней все хорошо, например, с Украиной. У вас все равно получается, ну, хорошая диверсификация в плане, что, ну, я пойму, сейчас локдаун, типа, много где есть, ну, в большинстве регионов, но, тем не менее, ну, он в разное время, где-то уже есть, где-то уже закончился, где-то только начинается. Хорошо, ладно, с этим, с Аяксом закончили. Два слова, что ты думаешь, то тут, как бы, кто-то, кто-то, меня, например, уже, типа, пишут, а что там, у вас уже программисты подешевели, нам тут, типа, когда там обвалятся рейты? Поэтому, короче, что ты думаешь, сайти будет у нас? Ну, и будут ли какие-то изменения? Однозначно, однозначно будет меньше рабочих мест, да. Тут, кого это коснется, ну, потому что экономика, я вот разговариваю с инвесторами и говорю, ребята, что сейчас растет, то есть, вот, куда вложить деньги, шить маски, делать ИВЛ, и куда вложить деньги? И ответ такой, что, по сути, все падает, даже тот же healthcare, он падает, то есть, да, там растет тот, кто производит ИВЛ, и кто производит маски, но при этом падают все больницы, потому что туда не ходят люди. Соответственно, если проект нацелен на какой-то софт, условно говоря, healthcare, то логично, что бюджеты будут падать, да, то есть, как бы, и, по сути, растет, из того, что растет, растет узкий сегмент ИТ, соответственно, там, онлайн гемблинг, игры, коммуникации, платформы для дистанционного обучения, это все растет, да, и, конечно, онлайн и ИТ, в принципе, оно будет затронуто сильно меньше, чем все остальное, то есть, типа, объективная реальность, но при этом понятно, что ИТ, оно обслуживает реальный бизнес, и чисто, если взять цифровую экономику в мире, она, ну, довольно небольшая, да, а количество салюшенов, которые мы педалим для того, чтобы поддерживать, как бы, оффлайн бизнес, оно большое. Соответственно, конечно же, будет сокращение количества рабочих мест глобально, то есть, это ни в коем случае никак не касается отдельно Украины, потому что я там читал в LinkedIn, и какой-то парень очень жаловался, UX-дизайнер, что... Да-да-да, это прям красиво, я даже не понял, он настоящий. Я в Telegram започу, там еще картиночка, хватит демпинговать, правильно? Да, хватит демпинговать, но по факту, я говорю там с ребятами, с друзьями, у которых там аутсорс среднего размера, и они говорят, ну, вот австралийский доллар упал на 30%, и, соответственно, приходит, а рейты в американском долларе, австралийские кастомеры, они приходят, они что делают, они говорят, малыши, мы не можем столько платить, да? То есть, так же, как я пошел к своим арендаторам и сказал, ребята, аренда теперь скидка 50%, ну, потому что это реалии жизни, то есть, все должны привыкать к вкусу гречки. То есть, это не история, как бы, что, знаешь, кто-то там, как бы, кушает очень много, а кто-то кушает очень мало. Мы все должны понимать, что мы так или иначе находимся в цепочке поставок. Соответственно, если кастомер, который вначале он платит меньше, то мы все дальше по цепочке, типа, ну, начинаем получить меньше, это нормально. Я говорю, гречка, она такая же вкусная, как и красная икра, уверяю вас, я проверил на себе. Я сегодня ел гречку, ты знаешь, не умер, совершенно отлично сейчас. Да, а если помидор добавить, вип-пакет, короче, гречка с помидором, это вообще отлично. Вот, соответственно, насколько там упадут рейты или не упадут, получается, что если раньше, например, мы разгоняли, мы там лупили велкам-бонусы и так далее, потому что рынок кушал всю неэффективность, то есть нам в целом, например, зашло там 10 человек, из них там 2 неэффективных, 8 эффективных, ну, нам окей, мы переварили и даже их нескоро как бы уволим, то сейчас, конечно же, там многие уже рубят хвост дракона. То есть они говорят, в первую очередь мы избавимся от неэффективности. То есть это не сокращение, как сокращение, да, что у людей уже... А что значит избавимся тогда? Ну, потому что если раньше была задача больше заработать, то сегодня задача меньше потратить. То есть у тебя может быть сокращение, как сократился объем бизнеса. Да, ну, то есть условно, раньше ты получал 100 долларов, и, соответственно, у тебя было там на развитие 50 долларов, а сейчас у тебя, соответственно, 50 долларов на развитие 10 долларов. Потому что, как правило, IT это что? IT это как, ну, развитие, будущее, новые сервисы и так далее. И, соответственно, сейчас, ну, еще, например, такая тема тоже. Американцы, транснациональные корпорации, типа Coca-Cola и так далее, они полностью замораживают свои капексы. То есть они говорят, вот все, ребята, вот наш бюджет, мы тратим там на электричество, там, на воду, ну, то есть вот только на то, чтобы опексы, то есть чтобы мы ехали, какое-то развитие, новые информационные системы, новые мультимедийные, там, какие-то рекламные платформы и так далее, это все, типа, на фол. Соответственно, там, ну, да-да-да, ну, да-да-да-да. Ну, вообще, это все охлаждает рынок труда глобально, и в том числе это охладит рынок труда в IT. Вот. А, как бы, дальше уже посмотрим на бренд работодателя. Каждый покажет себя в истинном лице, короче. Да-да-да. То есть будут ли люди пользоваться, будут ли компании пользоваться тем, что вот у них кандидаты, если, там, не кандидаты, там, есть определенный уровень зарплаты в компании, а рынок весь упал на 50%, например, да, и будут ли понижать зарплату с этим, не знаю. Тут, мне кажется, будет уже зависеть компания и компания. Большой аутсорс, я, там, думаю, на 90% будет катить и катить, как бы, серьезно. Катить, это, в смысле... Срезать. Урезать и рейты, и урезать количество рабочих мест, потому что их клиенты будут. Ну, то есть они это будут делать не то, что они плохие, да. Они всего лишь как... Они транслировали increase, да, потому что клиент платит. В основном, они тоже так же будут транслировать decrease, да, потому что клиент меньше платит. Decrease, уменьшение количества рабочих мест, уменьшение... А именно они и влияют на весь рынок IT. То есть Аякс, он со своими 150 девелоперами, он никак не влияет на него. А, слушай, компания такая, не слишком, вообще, небольшая. Типа, 150 девелоперами. Вообще. Да, сильно меньше среднего. Тут, например, там... 150 на доу даже не попадешь с такими показателями. 150 на доу даже не попадешь с такими показателями. А, я понял. Ну, хорошо. Тут, понимаешь... Ну, вернее, не понимаешь. Тут, я тоже читаю всякую аналитику, и, ну, типа, есть много вариантов развития событий, понятно, но один из вариантов, что это, типа, V-Shape, то есть сейчас, типа, все резко упадет, а потом все резко откончится. А второй – это L-Shape, когда, типа, вот все резко упадет, да, первая часть без изменений, но потом очень, как бы, долго будет восстанавливаться. Ну, для понимания цифр, американцы 2 триллиона напечатали денег. То есть, если я не ошибаюсь, это из серии X, практически X10, к тому, что было в 2008 году. То есть, они увеличили дефицит своего госбюджета на 10, блядь, процентов. То есть, к тому, что замес серьезный, в этом никто не сомневается. А, соответственно, дальше, вот, например, я читал Морган Стэнли, да, как бы, окей, мы все надеемся, что сейчас мы переболеем этим вирусом, а что же будет дальше, да. Но если пока не изобретут вакцину от него, например, почему болеют в Австралии, почему болеют в Южной Африке, почему болеют в Эмиратах, в Саудовской Аравии, там же жарко. То есть, на него температура никак не влияет, он нормально себе при теплой температуре живет. Соответственно, Морган Стэнли говорит следующее, что, ребята, пока мы не изобретем уверенную вакцину, мы вот сейчас погасим эту эпидемию, она потом у нас может начаться осенью. Ну, то есть, она у нас может начаться в любой момент, то есть, мы с ней не справились. Соответственно, сколько мы будем иметь social distancing, и сколько мы будем иметь измененный профиль потребления, да, то есть, мы не понимаем. Возможно, мы вообще столкнулись с суперновой экономикой. Понятно, что сейчас уже вакцину делают сильно быстрее, чем 10 лет назад, и есть расчет, что в течение года ее выпустят, плюс там есть по противовирусным очень хорошие результаты, но пока это все на уровне исследований, да, экспериментальных каких-то тестов. И в худшем случае, да, ну, не в худшем, просто в другом случае мы сталкиваемся с новой экономикой, где мы все сидим дома, работаем на ремоуте, потребности у нас меняются, то есть, экономика полностью меняется, да. Еще один, собственно, интересная история. Вообще-то, ребята, все сидели и ждали мировой финансовый кризис, который обусловлен долговой нагрузкой. То есть, компании, вот нам приезжала не так давно компания, они хотели, там, сделать нам предложение по покупке, за которую невозможно отказаться, но у них не получилось. Так вот, у них, один из показателей, на которых мы смотрели, у них EBITDA к долгу 6. То есть, у них долговая нагрузка 6 EBITDA. Причем EBITDA… Программисты – это вообще темный лес. 6. Понял, объясняю. EBITDA – это, грубо говоря, операционная прибыль компании. Соответственно, у них долга 6 годовых прибылей. То есть, если они… Да. Если они ничего не будут делать, проедать, а просто всю прибыль отдавать, то у них идет 6 лет просто, чтобы закрыть текущие долги. Совершенно верно. Причем, эта прибыль, она на пике. То есть, мы берем последнюю EBITDA, то есть, 2019 год, типа, это золотой стандарт человечества. Никогда еще не было человечества столь богатым, короче. И, соответственно, у них долговая нагрузка, как 6 прибылей в богатый жирный год. Что в плохой год может стать 60. Не 60. Да. Соответственно, типа… В половину упала прибыль, это уже 12. А если больше, чем в половину прибыль упала, то… Что абсолютно логично, да, то есть, как бы, не очень здорово. И тут, ну, все говорили, что, ребята, мир, он надут за счет денег, которые дают стартапам, которые, ну, операционно убыточны, за счет большой долговой нагрузки, за счет того, что фондовый рынок перегрет. И все ждали «Черный лебедь» оттуда. А мы получили коронавирус, нефтяную войну. Белорусы, вон, по 5 долларов нефть купили у русских недавно. Там, батя суперсделка заключила. Я прям кайфанул. Это красиво. 5 долларов за баррель купить нефть. То есть, говорят, скоро нефть будет отрицательной, ее где-то надо хранить. То есть, мы получили… И все такие «О, там, коронавирус сидели дома». Но потом проблема с экономикой, потому что мы не работаем. И все забыли про ту, на самом деле, проблему, которая на самом деле была. Разбутая экономика. И, соответственно, сейчас… БАХ! Но ничего страшного. Хорошо. Ладно. Я завершаю наш экспериментальный зум-каст. Я не знаю, что это такое. Зум-каст это хорошо. Да, все. Сейчас, подожди, я нажму «Стоп». Всем, кто слушал, привет. Ставьте лайк, подписывайтесь на зум-канал. Я не знаю. Там же были сейчас скандалы у зума, что типа… Ну, не скандалы, их там обвиняют, что у них там плохое security. Их этот SEO сказал, что мы типа следующие 3 месяца полный feature freeze. Мы занимаемся только security. У нас типа daily users с 10 миллионов до 200 выросло. Извините, чуваки, мы чуть-чуть не успели. Но я вообще в шоке, честно говоря, ну, насколько хорошо работал, в смысле, сделанных инжиниринг, да, потому что это все, ну, просто не упало. Даже там в 3 раза нагрузка. У них в 10 раз выросло. То есть даже в Питере 10. Ты знаешь, Zoom стал одним из моих любимых продуктов. То есть у меня вот Telegram, там, мой любимый продукт, там, понятно, Яхт, мой любимый продукт. Zoom, он реально вошел в список моих любимых продуктов. Просто отличный софт, он просто великолепный, да. И то, что они 20-кратный лот выдержали, и оно вообще, ну, не глюкало, не висло, это фантастичная история. Так что у IT, видите, есть все шансы. IT все-таки может работать. Все, всем спасибо. Я стопаю. Да, Макс, вот. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...